здравствуйте у нас 114 урок помишли и мы находимся в 14 главе и 14 же предложение и вздрогнули говорит шлома мелах от путей своих насытится развращенный и сердцем сторонница от него человек добрый теперь читаем как это звучит на иврите шлома мелах говорит мидрахав и сове сук лев умеалав и что от своих путей будет сыт человек сердцем и от него же будет идти человек добрый так как я перевел по-русски посмотрим также ли переводит вильнюсский гаон и начнем с мальбин потому что перевод немножечко будет отличаться говорит мальбин что им что сук лев что такое сук лев то есть дословный перевод это вид разновидность сердца что это значит имеется ввиду человек у которого сердца на сук имеется ввиду что сердце не согласно с его действиями то есть теперь перевод прозвучит так от своих дорог будет от своих путей будет сыт человек сердце которого не согласно с его дорогами что это значит пытаемся разобраться человек чувствует что он идет не по хорошему пути как мы говорили раньше что сердце знает горечь своей души потому что когда человек смеется бывает так что сердце он смеется а сердце болит и тем не менее он будет насыщен своими путями после того как он идет по путям смерти он насытится от своих путей и на пусть и получит наказание за тот путь по которому он шел теперь и от него склониться уйдет человек добрый человек который является то то есть который тянется к добру он будет отклоняться от этого человека и не только его сердце будет отклоняться но также все отклоняться от него и не будут делать так как ведут его пути то есть мальбом считает что это предложение является продолжением предыдущих судьи от кусочков когда мы учили что сердце человека знает марат навшо знает горечь своей души и даже когда человек вроде бы как доволен всеми все то у него есть какое-то вот ощущение в сердце что он делает что это не то что то не совсем так как нужно так объясняет мальбом этот посылки продолжает и говорит что человек которого сердце которого чувствует что он идет по неправильному пути этот человек будет тем не менее насыщен он продолжает идти и несмотря на боль и горечь своего сердца он насытится своей дорогой дорогой смерти и в результате он получит наказание от и до и то что его сердце страдало никак не поможет ему получить от наказание первое и второе люди не только сердце но люди которые видят поведение этого человека будут от него постепенно отворачиваться и в результате такой человек может оказаться в некотором бойкоте в некотором одиночестве это пшат пасука по мальбом агро идет по абсолютно другому пути объяснения что здесь произошло говори да агро что я уже объяснил вишаягу ганави пасук омра цадик китов кипри малолейха яхлу то есть имеется ввиду что цадик есть два вида цадика и этот пасук говорит про праведника который приятен другим людям говорит сейчас один момент десятое предложение третьей главы которое приводит он здесь я не то место открыл говорит с говорите шею ганави имру цадик китов скажет про цадика что ему хорошо или он хороший кипри малолейхам яхлу потому что плоды его действий он будет кушать гаон мивильно говорит здесь здесь стандартными зданиями было место поэтому написали кусочки из перушек гаона как раз этот кусочек написан гаон мивильно говорит здесь что этот пасук говорит про шевхо шельцадик прославляет хвалит праведника как сказано кипри малолейхам это кусочек из дгилем из 34 дгилема где говорится про действия праведника и говорит и шаяху при малолейхам то есть плоды его его действий будут съедены будет естся в этом мире имеется виду что керин керин это главная часть награды она остается всегда ла-ла-ма-ба на будущий мир но пирот но плоды которые съедаются в этом мире в каком случае когда это произойдет то есть мы знаем что у нас есть мишна в трактате п я к сожалению забыл вытащить мишну есть мишна или гемора брохас если можно вот этого издания гемора брохас самое простое есть мишна в трактате п которая говорит что есть вещи которые человек кушает плоды своих вещей вала мазе пирот кушает вала мазе а керин остается ла-ла-ма-ба а сама награда спасибо за заповеди остается ла-ла-ма-ба это мишна в трактате п который мы все читаем в утренних брохот элу дворим вот эти вещи есть комментарии рамбом а который я хотел прочитать и забыл самый последний момент мишна говорит так что вот вещи которые человек ест их пирот их плоды в мире а керин остается у него основная часть на алам оба кибута в м уважение родителей гмелузка садим оказание добра друг другу а ват шалом бенадам алхавиро составление мира между человеками ближним в это алмут торак и нагат кулам изучение торы которая соответствует их всех рамбом пишет что здесь мы видим что мишна делит всеми цвот и говорит что есть вещи которые человек есть пирот в будущее в этом мире а остальное остается основа главная награда в будущем мире и это то что сказано что митсвот все делятся изначально на две части митсвот первая часть митсвот это митсвот которые связаны с душой самого человека то что есть между ним и всевышним например цицит филин шаббат авой дезойра вторая часть митсвот это митсвот которые зависят связаны с той пользой с тем действием которые человек оказывает частично с другими людьми как например не воруй не делай оно не продавай дороже чем стоит вражда месть и так далее и подобные митсвот которые установлены цевуем приказом всевышнего баават ишет хавиро что надо чтобы человек любил своего ближнего и чтобы он не привел к незаку который делается к ущербам который делается другому человеку и не стоял на дам раэгу и не стоял на крови своего ближнего почитание родителей почитание мудрецов которые тоже являются родителями все это когда человек делает подобные митсвот которые находятся между ними создателем они защиты ему и ему за сдоку за праведность и так далее и платит всевышний за них в будущем мире как это объяснено в геморрис ангедриан десятый перик что когда человек делает митсвот которые связаны с другими людьми которые дают пользу другому человеку в этом мире тогда вместе с этим засчитывается ему это для дзодоки для праведности вала маба поскольку он сделал митсвот и одновременно он находит какое-то добро в этом мире за то что он сделал пумингагу по обычаю который является хорошим обычаем этого мира обычая между человеком своим ближним потому что когда он идет по этому обычаю то он в делает так что другие люди тоже идут по такому же пути поэтому он получает награду как тот иньян как то что мы сейчас объяснили а все митсвот которые между человеками ближним они все входят в понятие которое называется гмелут хасадим оказание добра ближнего и обрати внимание на это говорит рамбом потому что ты найдешь что елели азакен когда ему сказал какой-то не еврей научи меня торе пока я стою на одной ноге он сказал то что тебе неприятно другому не делать вы у товарища не делай и когда ты исследуешь это то ты увидишь что-то мутора которое написано что она кенега драколь что она соответствует всем митсвот потому что посредством торе человек удостаивается всем остальным митсвот и так далее и поскольку тора приводит к действия таким образом у нас получается что рамбом объясняет что мишна в трактате п говорит о том что есть определенное количество митсвот который митсвот связаны друг с другом в которых человек получает награду за действие не только в будущем мире но и в этом мире тоже об этом говорит мишна в трактате п что ты получаешь награду за митсвот в этом мире но не саму награду а только pirot от этой награды. Теперь я возвращаюсь к пирушу Гаона на посок Вишаягу. Гаон говорит, что Керин будет существовать Ла-Ламаба, но пирот будут съедаться в этом мире. Когда это происходит? Говорит он, что это происходит не всегда. То есть Лихойра из Рамбама, из трактата П, из Мишны видно, что любой праведник, который делает митцвот между Человеком и Всевышним, то эти митцвот останутся у него Ла-Ламаба, но пирот будут в этом мире. На первый взгляд, правда, Мишна, конечно, этого не приводит, но на первый взгляд, это и есть то, что написано Вишаягу. «Имру цадик китов кипри о ла лейха ехлу». Потому что пирот своих действий он будет кушать. Говорит Гаон, большой хедуш, который не повторяет Мишли, не знаю почему. Он говорит о том, что в каком случае у человека есть пирот в этом мире, когда есть много цадиким в этом поколении. Когда горбе цадиким бедор, но если есть только один или немного цадиким, то даже пирот не будут съедаться в этом мире. Рамбо ведет по пути того, что он говорит, что за действия, которые делает человек между человеком и другими людьми за этим исход, есть награда в этом мире. Говорит Гаон не всегда. Только в том случае, если есть много цадиким в мире. Но если есть один, понятно, что один – это не именно один, но если немного цадиким в мире, то все, даже пирот, все останется ла-ламаба. И это то, что сказано. При ахлейха и ахлу действия, плоды своих действий будут кушать, говорит Гаон, будут кушать, сказано, балашон рабим, во множественном числе, не в единственном числе. Таким образом, Гаон вишаяю нам михадеш хедуш, что бывает ситуация, когда мир выглядит таким образом, что никакие пирот, никакие плоды праведники не получают за свои действия в этом мире. Даже за плоды, которые им как бы обещаны, за плоды Бен Адам Лахаверо. За митцвот Бен Адам Лахаверо плоды, за заповеди между человеком и своим другом он тоже не получит. Если есть мало цадиким в поколении. Теперь говорит Гаон у нас в Мишле. Он говорит, что вишаяуэ же объяснил, что пасук омру цадик китов кипри алалейга михлу, что скажет цадику, что ему будет хорошо, потому что он будет кушать, они будут кушать плоды своих действий, это только про цадика, говорится про такого праведника, плоды действий, которые хороши для других людей, как написал нам Рамбом. И тогда он получает пирот, бааламазы, тогда он получает плоды в этом мире. Лымайсы. И Рамбом и Гаон приводят, я забыл опять же взять Гемору Кедушин, но это дроша не нужна. Это дроша из Гемору Кедушин, просто они ее процитировали. В Гемору Кедушин это дроша приводится прямо вот дословно, что есть разница между митцвот и митцвот Бен Адам Лахаверо. Человек получает часть награды в виде плодов бааламазы. И когда можно сделать из этих пирот керин, основу, я не знаю, капитал и проценты, будем переводить так, керин это капитал, пирот это проценты, тогда из этих плодов можно создать капитал, но бывает ситуация, что капитал остается, ему не дают даже пирот, даже проценты ему не дают, но жалеют, каждый из школ, каждый кусочек этого при, жалеет и не дадут праведнику, не дают праведнику, чтобы даже пирот, даже плоды остались ему лааламаба, а в этом мире у него их не было. Чтобы не только керин, но и проценты остались. Тогда, как мы знаем из банковского дела, растут сложные проценты чуть-чуть. Но раша, у него вообще нету пирот за его митцвот. И когда он берет награду в лаамазе в этом мире, то он берет все сиигим, все, за что он оброшитился, все, за что он был злодеем, за все он получает награду в этом мире. То есть, расширывает награду за любое действие, которое он есть. И керин у него кончается, и у него не остается ничего. Поэтому написано, что Мидрахав из Басуглев, что человек, сердце которого понимает, что он делает не то, идет по нечестимому пути, он насытится полностью в этом мире. А праведник может получить пирот в этом мире, а может даже пирот в этом мире не получить. Имея Леву Иштов, но человек, который тоф, который хороший, имеется в хорошем не только Всевышнему, но даже созданием, то есть, праведник, о котором мы говорим, праведник, который праведник Ибнадам Лахавру, между человеком и товарищем, он такой праведник. Бывает, что он не получает даже пирот в этом мире. То есть, обычный человек, средней руки праведник, он получает пирот, награду, в виде процентов в этом мире, но есть такие люди, которые еще большего уровня, которые не получают в этом мире даже пирот. А что они получают? Они получают только листья, которые есть. Дерево, есть ствол, это керен, плоды, это главная часть дерева. Плоды можно съесть, но дерево останется. А может сложиться другая ситуация, что человек плоды тоже оставляет Ла-Ла-Маба, а то, что он получает в качестве награды, это листья от этого дерева. И, естественно, возникает вопрос, что означает награда в качестве листьев, потому что листья, они как бы не особо связанные с наградой. Но, тем не менее, это не совсем так. Есть довольно интересная гемора на эту тему. В геморе Ба-Ва-Ми-Ци есть гемора на дафи куфьёд-да-лэт омут бейт. Есть гемора. Она начинается куфьёд-да-лэт омут алиф. Сейчас, секундочку. Там такая гемора очень непонятная. Есть длинная сугья, которая выясняет, миссадрим или ломиссадрим Ла-Ба-Аль-Хофф. То есть, Руэн должен шимону кучу денег. У него нету, чем отдать. Он не отрицает или отрицает. Есть свидетели, долговые расписки и так далее. А отдавать нечем. Хочется, но нечем. Что надо делать в такой ситуации? Гемора говорит, что надо взять с его имущества. То есть, у него есть имущество, квартира, еще что-то, машина и так далее. Можно взять их в оплату долга. Потом гемора выясняет, все ли можно взять в оплату долга и начинает говорить о сугье, говорим мы или нет, миссадрим Ла-Ба-Аль-Хофф. Что значит лисадер? Лисадер – это значит сделать седр, сделать порядок. То есть, человек, если у него все забрать, он помрет с голоду. Поэтому надо ему оставить, говорит Гемора, инструменты для заработка, чтобы он мог работать. В случае, если он работает водителем такси, ему надо оставить такси, чтобы он зарабатывал деньги. Ставить одну кровать, один стол, один стул, одну ложку, одну тарелку и так далее. И Гемора начинает выяснять, миссадрим или ломиссадрим Ла-Ба-Аль-Хофф. Делаем мы это или не делаем, или забираем все, а как он будет жить, нас совершенно не интересует, взял долг. Чем виноват человек, с которого взяли в долг, которому должны. Ему нужны его деньги, и он должен отдать его деньги. Гемора выясняет этот опрос, приводит доказательства туда и обратно и приводит совершенно неожиданное доказательство, такое нестандартное для Гемора доказательство. Говорит Гемора, а как ему жить, спрашивает Гемора, пусть живет на Ацдоку. И говорит Гемора, ашкахи раба Баравуга Ла-Ильяу Ганави, встретил однажды раба Баравуга Ильяу Ганави, который находился в Бейт-Кворот Шелявдей Кахавин, который находился на Гойском кладбище. Ему больше нечем было заняться, он пришел Ильяу Ганави на Гойском кладбище. Что там делал раба Баравуга, тоже хороший вопрос. Встретились, поговорили. Омар Лей спросил он его, Мауша и Садруба Баальхов, можно или нельзя делать, нужно или не нужно, делать Седр Баальхову, то есть берут с него все или оставляют ему самое необходимое для жизни. Ответил ему, я не буду читать, какой ответ он дал, он учит это из Гзер и Шова, которое нам сейчас не нужно точно учить, из Гемора Эрхин, он учит, что да, Мисадрию, что да, оставляет ему что-то. Дерихага просто заодно, ага, лоха, лымайся, шульхонорок, пасаг против Ильяу Ганави, Ильяу Ганави, пасаг, что Мисадрим, шульхонорок, пасаг, что Ломисадрим. Тос раз выясняет вопросом, почему, как можно ли в сок против Ильяу Ганави, но мы сейчас не будем в это входить. Следующий вопрос, он его спросил. Минаин, откуда мы знаем, что Арум, голый человек, шилой от Ром, что он не может отделять Труму? Отвечает Ильяу Ганави, что написано Лоэре Беха Эрва Давар. Написано, что когда ты занимаешься дворим шебыг душа, отделять Труму, нужно говорить Броху, то не будет видно тебя Эрва. Некоторые места должны быть скрыты, когда ты говоришь дворим шебыг душа. Поэтому ты не можешь сказать Броху, соответственно, ты не можешь отделять Труму. Спросил ему, спросил ему следующий вопрос, ты разве не Каген, что ты делаешь на кладбище? Ответил ему Ильяу Ганави, а ты что, не учил Седар Тагарот, ты не знаешь, что сказал Рабишиман Бараяхай, что он сказал, что могилы неевреев не затумляют на кладбище, и Каген может быть на Гойском кладбище, на еврейском не может, на нееврейском может. Ответил ему Раба Барбархана, да, я не учил эту Мишну в Тагарот, потому что три Седара я с трудом выучил, а еще три я не выучил. Какие три Седара я выучил? Те три Седара, которые сейчас Галохал и Майса, которые сейчас нужно выполнять. То есть, Седар Муэт, Нашим, Назикин. Праздники, Нашим, законы связанные с китобой, с разводами, с женидемами и так далее, и Назикин, законы связанные с денежными отношениями. Эти законы я знаю хорошо, можешь проверить, это я от себя добавляю, что он хорошо знал, это он не сказал, но знал хорошо. А остальные три Седара, то есть, а, четыре он сказал, что я знаю, четыре, я извиняюсь, и Седар Котшман еще сказал, что он знает, четыре Седара. И законы связанные с жертвоприношениями. А Тагарот из Ираем я не учил, поскольку мы в Нереце строили раз, и два, мы находимся в состоянии тумы и нету храма, поэтому законы чистоты и нечистоты я не учил, поэтому я не знаю, можно ли коэну быть на нееврейском кладбище. Лымайси, это Махлокис Танаем, я вам говорю, и в Шульканорах тоже не знает, и привел две шиты, две точки зрения, два Яшамрим, которые там приводятся. И говорит Илья Ванови ему, дальше то, что мне нужно будет дальше, а почему ты не знаешь все еще два Седара? Он ответил, Тхикали Милта, мне это тяжело, поскольку я занимаюсь все время парносой, денег не хватает, нужно зарабатывать, семью кормить, хлеб нужен. Взял его Ильяу и привел в Ганедан. Сказал ему, Кшот Глимеха, сними свой костюм, пиджак, я не знаю что, Сапа и Вишколь Меганой Тарфы, возьми и набери листья, которые здесь разбросаны. Сапа, набрал он, Шакль взял их, то есть он использовал свой сюртук, пиджак, я не знаю как это привести, одежду, как мешок, в который он набрал листья из Ганедана. Кегама нафиг, когда он выходил, Шамады Кемар, слышал, как разговаривают ангелы, здесь не написано ангелы, но понятно, что это они, Ман Кахи Ла Алма Кираба Борового, кто тот человек, который Валам Азе, съедает свой Алма Кираба Борового. Набрал листьев из Ганедана и вместо того, чтобы получить Алма Кираба, он проест эти Валам Азе. Нафат Шадынгу взял, снял его и вытряхнул его. И отжал, говорит Раша, пиджак, чтобы там ничего не оставалось. Афилу Хахи, асили Глима, и тем не менее, что-то впиталось в Глиму, а нет, я неправильно сказал, что-то впиталось в Глиму, когда он пришел домой из Ганедана, вернулся, из Тиуля, то он сахат Глимой. Он выжал эту Глиму и рех, который из него вышел, запах, который из него вышел, он продал за 12 тысяч динаров. Разделил их между своими хатаним, между своими женихами, себе ничего не оставил. На этом кончается Гемора. Гемора, как обычно, все Агадот в шасси, понять ее никак невозможно. Поэтому я хочу, чтобы немножко понять, понятно, что это те самые листья, о которых говорит Гаон, что те праведники, которые более высокого уровня праведности, они не получают перот за свои митсвот, даже Бен Адамла Хаверо, даже за эти митсвот между человеком и человеком, они не получают перот, и перот тоже остаются на Алам-Аббах. А то, что они да получают, они получают, говорит Гаон, листья. Понятно, что это связано с этой Геморрой. Давайте попытаемся понять, что такое листья, запах от листьев, 12 тысяч динаров и разделение их между женихами. Я отснял себе кусочек на эту Агаду из Майорали и Праги. Из Майорали из Праги, не знаю, сможем ли мы все просчитать, он очень длинный, но тем не менее. Он говорит, что так как ангел иногда, говорит Майораль, открывается созданием, так Ильяу Ганави, он объявляется созданием в виде человека для особых хасидин. Ки Ильяу, который ушел из этого мира без смерти, он тоже остается и проявляется в этом мире. И не так мертвые, которые полностью ушли, и они не возвращаются от этого мира вообще. А только немногие хасиды, как Раби, поскольку есть геморр, что Раби после смерти возвращался, каждый репшабос и приходил домой, делал кидыш и так далее, то он говорит, что были какие-то хасиди, которые даже после смерти, и мы не находим никого, кроме Раби, с кем это происходило, еще и Аков Авину. Но Ильяу, он открывался некоторым хасидам, хасидам имеется в виду не те, кто длинные в сертуке, а те, кто дошли до уровня, который Масилат и шарим называет уровень хасидута, и он разговаривал с ними как ангел, который разговаривает с другим человеком, с человеком. А есть те, о котором он не открывался, а только когда был какой-то иньян, какой-то вопрос, когда надо было что-то лиходе, что-то обновить, и это нужно было сделать посредством Ильяу Анави, несмотря на то, что его не видели и не слышали, но тем не менее, человек знал, что информацию он получает от Ильяу Анави, и такое тоже было, например, Верувин. Не буду сейчас приводить эти примеры, которые нам нужны. И вот, которые нам не нужны. То есть, теперь нам, то, что нам нужно. Человек встречает Ильяу Анави и спрашивает ему, откуда мы знаем Мисадима Лобаольхов, не Мисадима Лобаольхов, почему он задает этот вопрос именно Раба Баравуга, именно Ильягу, именно на кладбище, и потом попадает в Ганеда и наберет оттуда листья. Как связаны эти явления. Говорит Магараль, поскольку Раба Баравуга думал над вопросом Геморы, оставляет Барахову должнику или нет какие-то деньги, то, соответственно, он размышлял на тему того, какой царь, какое горе, какое несчастье у человека от его бедности. Что иногда это настолько тяжело людям, когда нет, он не может заплатить, а иногда он одалживает, чтобы как-то выжить, а после этого оказывается, что платить нечем. И он получается, что он зажимает, оставляет у себя чужое имущество. И этот человек бедняк, которому надо лисадер, которому надо устроить что-то или не надо устроить, несмотря на то, что он делает то, что Тора разрешила ему. И тем не менее, у него такая вот серьезная ситуация. И он вредит другому человеку. То есть, Рувен приходит к Шимону и говорит, Шимон, у тебя есть некоторое количество денег, у меня сейчас очень тяжело с деньгами. Одолжишь на год, тот одолживает, и через год отдать нечего, он старался. И получается, что он не нарушил Тору и вредит человеку, которому он взял деньги в долг. Если ему ломи садрим и берут все деньги, насколько тяжело будет должнику. Если ему дами садрим, то кредитор не получает те деньги, которые ему необходимы сейчас, потому что ему тоже что-то нужно купить, что-то нужно сделать, выдать замуж дочке, а не знаю, что и как. Или, может быть, просто он сейчас нуждается. И это ненормально. Человек не нарушал Тору, делал все хорошо. И более-не более кому-то из двух людей, которые оба, в общем, садиким, становятся плохо. Как такое может быть? Ипосредственно из-за того, что он думал про этот аниют, и он рассуждал, что иногда человек доходит до такого состояния бедности, что он просто не может, у него нету одежды. И его эрва остается открытой. И он не может делать какие-то митцводы. Например, может быть, он может в такой ситуации делить Труму, не может. Поэтому получается, что эта бедность, отсутствие денег, приводит к двум вещам. Первое, что это нехорошо для других людей. И второе, что это делает ущерб заповеди между человеком и Всевышним. Он доходит до состояния, что ему нечем закрыть часть своего тела. И он встречает Илья Уанави в Бейткворот и задает ему вопрос, который связан с тем, какая галаха в этой ситуации, как правильно себя вести, когда у человека нет денег ни на то, чтобы выполнять митцву между человеком и человеком, ни на то, чтобы сделать митцву между человеком и Всевышним. Илья Уанави отвечает ему на оба вопроса. Еще одна вещь, которую нужно знать, что когда у человека нет парносы, заработка, то он как бы не называется живым человеком. Поэтому Тора говорит, что нужно ему лисадер, нужно ему дать какую-то возможность жить и не взять от него все, что если забрать от него абсолютно все, то ты забираешь от него жизнь. Поэтому все, у него ничего не остается, в том числе жизни. И дальше Рава Баравога думал про достоинство, про плюсы, я не знаю, как это сказать на русском, богатство. Когда человека, во-первых, почитают за его богатство, а человек, который голый, раздетый, вообще нет у него даже на что одеться, то он не может леварех сказать броху Всевышнего из-за безайона эрва, из-за такого вот гнуса, из-за такого вот некой мерзости того, что он раздет. А одежда есть такая гемора в трактате Шаббат, который говорит, по-моему, Раби Иосиф сказал, если я не ошибаюсь, что я никогда не называл свою одежду эла михубдони, то есть от слова кого, то, что меня почитает. Потому что человек, который одевается, то это нормально, хорошо одет, прилично, то это вызывает некоторое ощущение кого, Некоторое ощущение почитания. Есть люди, которые одеты как голодранцы, есть люди, которые одеты как приличные люди. Приличного человека, одетого прилично, Первое впечатление, во всяком случае, потом, когда с ним заговоришь, может, все изменится, но первое впечатление, что человек, который прилично одет, его уважает больше, чем человек, который одет гопником, бомжом и так далее. Получается, общее правило, которое вытекает из этого, что когда Рава Абуа думал про недостатки, изъяны бедности человека, и это привело его к тому, чтобы понять плюсы богатства, которые есть в этом мире. Есть еще гемород, которые говорят о плюсах богатства в этом мире, говорит гемород, что ишана, красивая жена, дирара хава, широкая квартира, большая квартира, и келим наим, и хорошая посуда, они расширяют даат человека и помогают человеку в изучении Тора. Понятно, что все это при условии, что все это нужно человеку, чтобы расширить даат и учить Тору, а не потому, что ему это нужно как цель жизни, а все остальное, я имею в виду Тора, это даже не средство, вообще ничего. Но средством для улучшения состояния человека все эти вещи могут являться. И поэтому он обращается к Ильяву Анове и спрашивает, Лав Кагена-та? Скажи, Ильяву, ты по случайности так не случилось, что ты Коэн? Что ты делаешь на Гойском кладбище? Как ты здесь оказался? Сейчас, секундочку. Про Коэна сказано, что севткой Коэн ишмиру дат, ве Тора и вакшум и пигом. Слова Кагена, они будут сохранять себе дат и мудрость Тора, ты будешь просить из его уст. Потому что ангел Всевышнего это. Каген, он в чем-то подобен Малахашем. Поэтому он задает Ильяву вопрос, что ты здесь делаешь, как ты оказался на этом кладбище. То есть, ты погружаешься в туму, в состояние ритуальной нечистоты, и что ты тут потерял? Ильяву Анове отвечает ему. То есть, что такое кладбище? Это маком мета, место смерти. Место смерти, мемейла автоматически, это маком тума, это место нечистоты. Зачем ты оторвался от жизни и попал в место, которое называется тума? Ответ на этот вопрос, я сразу говорю, что Ильяву Анове ему дает ответ на этот вопрос. Моораль где-то это пишет, но все, мораль, я вряд ли успею прочесть. Моораль пишет о том, что Ильяву Анове ему ответил, что нееврейское кладбище, это не значит оторваться от жизни. Поскольку Торы, что значит оторваться от жизни? Жизнь это соединение души и тела, соединение Торы с материальным миром. Поскольку еврейское кладбище, это место, где Тора разъединилась с материальным миром, душа покинула тело, то мемейла автоматически, там образуется тума. Но когда Торы не было в этом месте, и когда душа покидала тело, там не было Торы, то, соответственно, там нет тумы, поэтому Карен там может находиться. Это не место разделения между духовным и материальным. Там не было духовного. Это то, что отвечает Ильяву Анове, рабе Баравуха. Потом он ему говорит, что сейчас я тебя возьму в место, которое целиком называется жизнь, где нет ничего, связанное с отсутствием жизни. И берет его в ганетон. И говорит, возьми отсюда листья. Имеется в виду, что Ильяву перевел его на более высокую ступень. Что такое ганетон? Ганетон – это ступень, где находился Адам и Решон и Хава до того, как они попробовали от дерева познания добра и зла. Которое, кстати сказать, тоже было окружено листьями. И вот, когда он попадает в ганетон, поднимается на более высокую ступеньку. Только не спрашивайте меня, как Ильяву Анове туда его взял, я не в курсе. Но когда он попадается на эту более высокую ступеньку, то он попадается туда временно, непостоянно, на какое-то короткое время. Потому что часть его, основная часть его, осталась внизу. Но какая-то часть поднялась. Адам был там целиком и полностью, от начала до конца. Раба Баравоа, он поднимается в ганетон только с одной частью, маленькие кусочки, маленькой части, которая связана с его душой, и его разумом, то есть, сехаль элоки, его разумом, который связан с Торой, со Всевышним, который есть в человеке. Но полностью тело, конечно, не могло туда попасть. И поэтому он ему говорит, возьми листья и наполни, собери с собой листья из ганетона. Имеется в виду, получи то, что как-то может относиться к Аллам-Хазе из Аллам-Аббах. Из ганетона возьми то, что имеет какое-то соприкосновение с Аллам-Хазе, с этим миром. Потому что весь этот мир не находится на такой высокой ступени, что получить какую-то награду из ганетона, она не может быть спущена в этом мире. Поэтому для этого мира, где икар, где суть, это не то, что является икаром ганетона, главной частью ганетона, то единственное, что может быть тебе подходит, это подходит то, что не является основной частью ганетона. Понятно, что листья не являются основной частью дерева. Дерево Ганедана, Эцхайм, о котором идет речь, листья не являются его основной частью, поэтому это ты можешь взять себе. И он берет эти листья, и потом он слышит, что говорят те, кто находятся в Ганедане на уровне Ганедана по-настоящему, не так, как раба Барабуа, который только его духовная, самая высокая, разумная часть поднялась до этого уровня. Он слышит, как они говорят, кто этот человек, как раба Барабуа, который со стороны своего разума поднялся до такой ступени и берет этот разум и обращает его в материальный мир и забирает награду Алла-Маба и делает Алла-Маба, что его Алла-Мабу будет не хватать, там будет не хватать какого-то количества листьев. Да, это не главное в Ганедане, но это он заберет с собой. Как можно взять и перенести награду Ганедана и перенести его в Алла-Мазе? Когда он понял это, он вытряхивает свою глиму, вытряхивает все листья, все листья оставляются в Ганедане. То есть, ни грамма того, что сделали Митцвод, которые поднялись в Ганедан, он не взял в Алла-Мазе. И тем не менее, он продает эту климу и продает его за 12 тысяч золотых динаров. Это какая-то фантастическая сумма 12 тысяч золотых динаров, которая приводится. 12 – это всегда цифра, которая образует как бы цельность, шлейму, целостность. Гематрия цифры 12, ют-бейт, гематрия-ктана, маленькая гематрия, это слово браха. Бейт – это 2, рейш – это 200, маленькая гематрия, это остается тоже 2. Каф и гей вместе 2 и 5, вместе браха – это 12. Арур – проклятие, гематрия – 11. 12 – это целостность, арур – это то, что не достигает целостности. Нам говорится о том, что он продал это за 12 тысяч золотых динаров. То есть, это рех, запах от той награды. Это не перот, это не только не плоды, которые человек получает в этом мире праведник, но даже не листья, даже листья он не решил со собой взять, услышав, как ему говорят, что как может человек такое устроить, взять кусок Алла-Маба, который значительно выше всего, и перенести его, даже то, что является в Ганедане, как бы совсем неглавным. Но как это можно перенести и взять с собой в Алла-Мазе? Кто такой человек, который может такое сделать? Как раба-барабуа может до такого опуститься? Услышав, он, наверное, отказывается это делать. Но он, запах, которым пропиталась его одежда, я не знаю, как можно продать запах, это сложный вопрос, но как-то он смог это сделать. Так запах, который он продает за 12 тысяч золотых динаров, он не берет себе, поскольку он понимает, что для человека, который мы теперь переходим, я не знаю, как он себя воспринимал, но мы воспринимаем его как цадика, к которому пришел Илья Уанави и поднял его в Ганедан для того, чтобы показать, что там происходит, частично, на самом низком уровне. Но я, кроме него, с такими людьми сегодня мало знаком, редко так происходит. Так вот, человек такого уровня, который попал в Ганедан хотя бы ненадолго и умудрился продать запах листьев Ганедана в этом мире, этот человек понимает, что он на таком уровне, что ему нельзя получить не только пирот в этом мире, не только плоды он не должен брать в этом мире, он не только не должен взять в этом мире листья, но даже запах от листьев, которых нету, которым пропиталась одежда, он не берет себе и даже не только себе, а даже своим детям. Потому что сын Бен, он кара де авуга. Сын называется кара де авуга, это нога своего папы, это часть папы. Поэтому никакая часть Ганедана не должна попасть в этом мире крово-барабола. Хатан – это другая ситуация. Хатан – жених. Это человек, который не является кровной родной, не является продолжением отца. Он – зять по-русски, да. Это не является продолжением отца. Это то, что сблизилось с ним. Это, наверное, наибольшее сближение, которое может произойти с чужим человеком. Он, с одной стороны, свой, с другой – чужой. Вот ему, поскольку он все-таки не я, ему, говорит раба Борового, между ними, он делит вот этот вот запах, который получился от Ганедана, вернее, не запах, а награда, которая получается. Так вот, теперь мы можем понять омыг, глубину двух вопросов, которые раба Борового задал Илья О'Нави, и почему в результате вопросов он оказался на некоторое время в Ганедане. Он спросил, откуда мы знаем, что Миссадримл и Боальхов? Откуда мы знаем, что Боальхову не забирают все, а что-то оставляют? Второй вопрос – откуда мы знаем, что голый человек не может отделять труму? Оба эти вопросы сказаны, связаны с тем, что он продумывал и пытался понять, что делать, как быть, и откуда происходит, и с чем связан вот этот изъян в каком-то количестве, про носы, денег, заработка и так далее, которые происходят у людей. И в чем состоит Маала, плюс, когда у человека есть в этом мире кавод, уважение, одежда и так далее, которые должны, по идее, получить все хохоми, все мудрецы, по идее, должны получить это, чтобы иметь уважение, чтобы они выглядели обеспеченными людьми, и чтобы они выглядели хорошо одетыми, и чтобы они могли тем самым выполнять заповеди между Человеком и Всевышним и Человеком и Человеком. Фактически, это то, что говорит Шлома о Меллах в Мишле, когда он говорит «Квот хохоми минхилу» – уважение, почитание мудрецов они должны получить как нахала, как свое дел, как свое наследство. Поэтому он сказал «Откуда ты знаешь, что голый человек не может отделять труму?» И вот первый вопрос. Илья Уанави исправляет его и говорит «Все, что можно исправить, исправлять». Но второй вопрос. То есть говорит, что да, надо ли Садерла Баальхов, нужно ему оставить хоть что-то, чтобы у него оставалась жизнь, чтобы килим, связанный с Хаей-Нефиш, инструменты, которые нужны для пропитания, у него оставались, чтобы он как-то мог существовать. Но второй вопрос, который он говорит, что мудрец Торы… Я сейчас не говорю, понятно, что раба Боровуа задал этот вопрос в виде голого человека, но вся глубина вопроса, что, по идее, человек для того, чтобы мудрец Торы, чтобы его уважали, он должен быть более или менее обеспеченный. Потому что если у него нет совсем ничего, он практически голый, то это уже никакого уважения не может быть. А ведь написано в Мишле, что нужно уважать мудреца, и как он может получить уважение, когда он бедствует и так далее. Он говорит, что нет. На этот вопрос он отвечает иначе. Он говорит то, что можно сказать. Он говорит, что возьми и продай за 12 тысяч золотых динаров свою глиму, свою одежду, и раздели их своим хатаним. То есть, что имеется в виду? Мы уже сказали, что хатан – это хибур, военнахибур. Это соединен и не соединен. То есть, он говорит, что да, у человека должна быть одежда, и эта одежда должна быть надета на человеке. Но при этом уважение, которое должен получить человек посредством Торы, которая у нее есть, это уважение, даже я не знаю, не то, что оно должно быть ограничено, это уважение не должно вытекать, как какой-то запах награды Алла-Маба грядущего мира. Это уважение, которое может быть, может протекать, и только для людей, подобных Раву Абула, только из запаха листьев, которые впитались в одежду Алла-Маба, Ганедана. Но никакой кусочек из Ганедана не должен попасть в этот мир, потому что иначе это будет состояние, которое называется не шлеймута, наоборот, не целостность, а наоборот того, что есть. Теперь мы вернемся к Гагро, нашему Гагро, и видим, что говорит Гагро на эту тему. Я понимаю, что один посок занял у нас энное количество времени, но что можно сделать? Гагро всегда пишет очень коротко, а иногда очень глубоко при этом. То есть, наверное, очень глубоко часто, но не всегда мы это понимаем. Так вот, он говорит, что из-за своих дорог получит человек, сердце которого знает, что он делает неправильно, он будет насыщен, несмотря на это, своими дорогами. Что является, говорит Гаон, ровно противоположностью праведника. Праведник делится на несколько категорий. Я просто делаю некоторый салат, чтобы это было легче. Есть праведники, которые, про которые говорит Рамбом, праведники, которые, праведники между человеком и творцом. У них нет никакой, никаких пирот, ничего в Аламазе. Вся их награда остается Ла-Аламаба в Ганедане. Есть праведник, который праведник и в том, и в другом. Если он праведник и в отношениях между человеком и человеком, то есть то, что называется Гмелут Хасадим, то подобный человек, который Гумель Хасадим, Лабриот, который оказывает добро для других людей, подобный человек может получать пирот за свою, за свою митцвот в этом мире, но Керин от него не убудет и весь останется в Аламаба. Говорит Гаон Вишаяху, так объясняет Рамбом, да? Гаон в книге Вишаяху говорит, но это только в случае, если есть много таких праведников в этом мире. Но есть ли праведников минимум? Переведем в цифру один и много. Если он один такой человек, то ему не дают даже пирот из Аламаба, из Ганедана. Почему? Потому что если человек единственный праведник, как мы видели в Аврааме, в Нохе, когда Раша объясняет, что Нох был праведен в своих поколениях, а если бы был в другом, он был бы еще более праведен по одному из комментариев. Когда есть единственный праведник, который есть, когда праведников мало, то даже пирот жалко тратить им в качестве награды в этом мире, надо оставить их все в Ганедан. Более того, не только пирот, а даже листья, которые какое-то отношение имеет к Ганедану, которые безусловно не являются плодами, тем не менее, даже листья, они необходимы для дерева, для того, чтобы сохранять пирот, они все остаются, как зарплата в Ганедане. Единственное, что в таком случае иногда может проявиться, это запах от этих листьев, которым пропитывает одежду праведника. И это то, что дает некое уважение праведнику, и то это делится не ему, а его хатаним и так далее. Если речь идет о человеке, который дошел до такого уровня, что вот то, о чем мы говорим. Другими словами, если кратко изложить, праведник, который суперправедник, супер, мы обычно привыкли, что есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо. Праведник, который плохо, у которого есть какие-то изъяны, его наказывают за эти изъяны в этом мире. Праведник, которому хорошо, это праведник, который цадик Гамур, 100% праведник, и у него нет никаких изъянов, поэтому в этом мире он тоже получает награду. Так говорит Гаон, что это совершенно не так. Праведник, который очень высокого уровня, праведник, которых очень мало такого уровня, такой человек, может быть, ему и будет относительно хорошо в этом мире, но даже награда в виде листьев от Ганедена, не только пирот, ему не упадет в этот мир, потому что там будет сохранено для настоящей награды все. Человек, который получает какую-то награду в этом мире, это человек, у которого праведность не 100%, или таких праведников много. Но вот эти единицы, о которых вообще непонятно, как можно говорить, у них даже плоды, даже листья не попадут к ним, только запах от листьев, и то не им, а их хатоним. Получается такая вот совершенно неожиданный Магалах, который из двух агроя одного Маораля выплывает в шате сразу на несколько псуким, которые два пасука из Мишли, один пасук из Шаяфа. Получается вот такая вот история. Окей. Более или менее мы закончили одно предложение. Что делать? И будем двигаться в следующее предложение постепенно. Предложение номер 15 говорит. «Простак верит всякому слову, благоразумный же обдумывает свой шаг». Начнем с Мальбима. Сейчас, одну секунду, только посмотрю на это предложение, что-нибудь тебя пометило еще или нет. Вроде ничего. Начнем с Мальбима, который говорит. Петти. Я читаю на иврите. Как говорит пасук. Один момент. Петти – это простой человек, который верит всему, что говорится, а мудрый человек, он будет понимать для своего благополучия. Говорит Мальбим. После того, как мы говорили о глупцах, двух видов глупцов, Ксили и Авили, глупец, который не признает законы мудрости, который их не понимает раз, и который их понимает, но его таава не дает ему возможности их принять, поэтому он рождает у себя сомнения. После того, как мы об этом говорили, что у них, у самих, все время сердце как-то вот нокеф, сердце как-то колеблется. Он понимает сердце человека, оно понимает, что я делаю чего-то не то. Вейна Батухим Батаркам. И эти два вида глупцов, они не уверены в правильности пути, который они выбрали. После этого он говорит, что Ломадзе против этого есть еще один человек, который называется Петти. Что такое Петти? Гедер, определение это. Человек, который хасер дат, который немножко туповатенький, у него не хватает дата, он не обязательно тупой в прямом виде, знаний может не хватать. У Митпотеки Йона поте эн лев, и он, его легко соблазнить, так как птичка, которая летает, у него нету сердца, его сердце не чувствует, что он делает. Он может поверить всегда и всему, и все, и так далее. Если кто-то помнит, был фильм «Обыкновенное чудо», там Леонов играл короля, который говорил, что меня очень легко во всем уговорить. Это во мне проснулась моя двоюродная бабушка по материнской линии, которой всегда было легко во всем уговорить. Она была замужем 8 раз, не считая легких увлечений. Так вот, Петти – это человек, которого соблазнить ничего не стоит. Сердце не срабатывает. И он верит всему, что ему говорится, как когда с ним разговаривает Ксиль, так и когда с ним разговаривает Тавилю. Эти два вида глупцов, которые с ним разговаривают и уговаривают, как мы считали, что они очень любят уговаривать других людей, потому как ощущать себя неполноценным и остальных полноценным очень тяжело, поэтому лучше уговорить другого, что вот так и надо жить, тогда уже много народ так живут, тогда уже все нормально. Так вот, Петти, он верит этим людям. Бли и Финклаль. И он не делает никакой вханы, никакого анализа, никакой попытки определить, правду ли они говорят. В Энлибо на Кфокфале его сердце вообще не колеблется, и мы сказали, а почему нет, интересная идея. Но Арум – это хитрый человек, умный человек. Он ровно антоним слова Петти, он ровно противоположен к этому понятию. В Ешбалибо Арамали вхон кольдавар. И у него в сердце есть мудрость, хитрость, чтобы проверить все, что ему говорят. И он не будет соблазняться, а только будет стараться понять и принять или не принять, что ему благополучно, что ему поможет для его счастья, для его отслохи, как за слоха сказать, выгоды, материальные имеется в виду, для его материального роста. Это он будет делать, как сказано, «Хохма сарум явин дарко». Это тоже цитата из Мишли из другого места, что у Мамеллах очень часто повторяется. Во-первых, Мусаре вообще надо повторяться, потому что он очень быстро забывается, и надо, чтобы он вошел очень глубоко. И, во-вторых, каждый раз там есть что-то новое. Так вот он говорит, что мудрость мудреца, она понимает его Дерих. И каждый арум, и любой человек хитрый, умный, он будет делать бы дар, так как требует понятия дар. Это объяснение Марвима. То есть Петти – это человек, который легко соблазняется и слушает Иксиле Авиля. Арум – это человек, который пытается каждый раз проанализировать и понять, не принимает на веру то, что ему говорится, до тех пор, пока он не убедится, что это полезно для его духовной жизни. Таким образом, арум в данном случае – это цадик становится, а Петти – глупец, который становится соблазненный все время из-за того, как он не отдает себе либо не отдает себе отчета, что надо задумываться все, что ему говорится, либо потому, как он вот как-то иначе рассуждает. Или не хочет. Окей, теперь читаем Гагро. Гагро говорит, что есть пасук Миха, пророк Миха учит нас, «Аль таамин оберея» – «не надо верить в зло». И сказали наши мудрецы, «Аль таамин бы ецер гора» – «не надо верить в ецер горе», которая говорит, То есть, Гагро переводит сразу этот пасук из «Ксилия Авиля» в личную ецер гору человека. Потому что «Ксилия Авилю», когда я вижу, что со мной разговаривает глупый человек, мне достаточно относительно все-таки, но легко с ним, с его доводами разобраться. Но когда эти доводы исходят лично от меня, я сам себя уговариваю, я – это моя ецер гора, то это, как правило, происходит доля секунды, для того, чтобы уговорить, что это самый правильный путь. Один из соблазнов, которые делает ецер гора, я не знаю, может быть, вы с ним не встречались, может, встречались, я не знаю. Я встречался. Ецер гора, который говорит человеку, что ничего страшного, всегда есть возможность лохзорбать шоу, всегда есть возможность сделать шоу. Акодыш бургуон, эрехепаем, рафхесет и так далее. И что же, я не верю, что Всевышний, он простит? Тогда вообще кто я такой, если я не верю? А где петахон, где уверенность во Всевышнем? Как можно жить, когда ты так плохо думаешь о Всевышнем? И так далее. Я думаю, что ни один человек так подробно, как я сейчас, это не излагает, но где-то за десятую долю секунды это все проскакивает в голове человека, когда перед ним какое-то желание, а вырос, который тяжело справиться. Поэтому Гагро говорит это чуть более подробно. Ецер гора говорит человеку, не бойся, согреши, и Всевышний просит тебя. Говорит Шламуамеллах, не верь этому, не верь Ецер горе. Но Петти, кто такой Петти? Человек, которого легко, лифатот, лифатот это соблазнить на русском, он верит любой вещи и не думает, что будет в конце концов. То есть, это тот человек, который принимает идеи того, что ничего страшного не произойдет, если я что-то не то сделаю, потому что Дериха Кодыш Баругу это Юдгимал Медот Рахамим, 13 мер Милосердия, Йом Кипр придет, и все будет хорошо. Арум, хитрый, умный человек, он Евин Лаашро, он будет понимать то, что для него полезно и то, что для него правильно. То есть, человек, который Арум... Это Арум Гагро переводит не так, как я сказал, хитрый. Арум это человек, понимающий, что такое хитрость Ецер горы. Человек, который понимает приемы Ецер горы. Арум имудшель Ецер гора. Такой человек, он не верит ему. И то, что он говорит, шоя митсва, когда Ецер гора приходит человек и говорит, послушай, это же митсва, то этот человек начинает думать бедерих Йошер, идти по прямому пути, и это лошон ошродерих, выпрямить и сделать благочестивый, хороший свою дорогу. Это то, чем занимается человек, который Арум. Теперь нам надо понять на самом деле, поскольку я все очень так прочитал Гаона, надо понять на самом деле, а что здесь неправильно у Пэти? Разве действительно Всевышний не простит человека? Человек сделал Аверу. Понятно, что если он сделает шоу, то Всевышний действительно его простит. Поэтому существует гемора, которая говорит, что Йон-Кипр искупляет грехи, плюс шоу искупляет грехи, кроме человека, который говорит, я согрешу, и Всевышний мне простит. Когда человек говорит, они эхтеотвы, ахкодышбургвы им холли, я согрешу, а Всевышний мне простит, то это та Авера, за которую Всевышний не прощает. Не то, что за нее совсем нет шоу, она возможна, но это ему согримт латэй тшува, ему закрывают дороги тшува. Ахкодышбургвы убирает от него, сиюта дешмая, помощь Творца, чтобы сделать шоу, и чтобы сделать шоу, надо прорыть под кисыя кого-то, сделать какие-то совершенно невероятные действия, чтобы можно было лакзорбу тшува в этом вопросе. Понятно, что мы не очень точно понимаем, как работает система тшувы, и как Всевышний за что прощает и так далее, но Шлома Мэлых здесь нам показывает, что человек, который говорит, это Хазаль говорят, что Ахкодышбургуватран, Всевышний прощает, не обращает внимания, миватрима томиналам, на него не обращает Всевышний внимания в этом мире. Всевышний ликвидирует его из этого мира. Мы должны понимать, что тшува – это атрибут милосердия Всевышнего, это тоже атрибут суда, только это атрибут суда, который является Дин Барахамим, суд милосердии. Но это не означает, что все, что будет сделано, будет прощено. Раз. Два. Кроме того, что мы начинаем сейчас говорить о том, что меня не накажут, это важный иньян. Но есть еще один иньян. Любая авейра, даже за которую человек получает прощение, далеко не всегда он может ликвидировать, убрать тот бгам, тот изъян, который сделан в имени Творца, то есть соединение Творца с этим миром. Даже когда человек не получает наказание, то иногда бгам изъян, не иногда, а почти всегда, остается. И для того, чтобы восполнить этот изъян, нужно очень много. В то время, пока было жертвоприношение, обязательно были карбонот, которые мы приносили, и они частично исправляли этот изъян, но тоже не на все 100%. Сегодня, чтобы исправить изъян, нужна Чува Мягава, Чува из любви ко Всевышнему. Это Чува, достигнуть которой крайне тяжело, но даже если она достигается, изъян просто так не уходит. Она все равно остается, какие-то следы этого изъяна все равно, Акодыш Боровой его уберет, но тем не менее, какие-то проблемы остаются. Поэтому Петти, это человек, который слушает свою Ацрухару, и это влечет за собой, изменение, наоборот, всего, о чем говорится в Торе, вместо того, чтобы понять правильно, что такое бетахон уверенности во Всевышнем, он уверен в том, что все, что он сделает, будет нормально, и ничего страшного, и все поможет. И это один из видов работы Ацрухары, про которую говорит Шламамеллах, что Петти не может осилить это. А Хахам понимает, Арум понимает, что это Дерих, соблазнение Ацрухары, и знает, как вести себя, когда приходит эта Ацрухара. Таким образом, мы прошли всего два пасука сегодня. Боизра до Шим, в следующий раз мы продолжаем, начиная с пасука номер 16. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok